Доброе утро, друзья! Суббота, новый влог, мы заехали в Макдачку. Погодка не радует. Вон, смотрите, такой мелкий, противный дождь. Оказывается, что скоро должен пройти в течение часа, даже полчаса. Обещали, что в 9 перестанет и все, не будет. Сегодня у нас по планам съездить на канатную дорогу, там ресторанчик есть. Надо будет забронировать столик, через 2 недели у нас роспись. Плюс сегодня с мамой съездим в ТЦ, для того, чтобы платье выбрать. И у нас сегодня танец. Я, блин, такой дровосек. На твоем стриме я рассказывал, что танцевать абсолютно не умею. Да и пою я так себе. Поешь-то хорошо. Вчера на стриме все были довольны, как ты поешь. Получилось уговорить Андрея со мной спеть песенки по гитару. А вот танцевать я, правда, не умею. Так вот, знаешь, такая мужская версия, чисто руками подрыгать и все. Ну ничего, научимся. Да, для меня это стресс, понимаешь? У меня тоже стресс. На каблуках, в этих босоножках, плюс платье немножечко сковывают движения. Ну, буду учиться. У нас, на самом деле, не так много времени осталось. Поэтому сегодня репетиция у нас будет не один час, как обычно она привыкла делать, а два часа сразу. Я вообще не знаю, как я это выдержу. Отвечаю. Мальчишки, мужчины, там, ой, наверное, меня понимают. Чуть камера не улетела. Да все нормально, я бы ничего не было у нас тут. Вроде не сильно жестко. Поэтому для меня это мука. Сейчас кто-то скажет, что я ною, но я правда ною. Как бы подрыгались, что-то я тебя там поподнимал, это ДТП, экспромтом. Нет, блин, надо танец какой-то учить. Вот со стороны мне нравится смотреть, когда кто-то круто танцует, а сам, извините, в дискотеке это не считается, потому что там танец, клубасы, просто стоишь и дрыгаешься, и не паришься. Приятного аппетита. Спасибо. Что-нибудь такие мы с Соней вообще. Вчера стрим провели, потом кататься поехали, заехали в Макдачку поели. Ближе к трем только, ну, или, не, ну, ближе к четырем уснули. Не, ну, депрессуха. В выходные хочется солнышка, а не дождь. Я уж порадовался, что вообще тучек не было, по прогнозу, вчера. А сегодня, видишь, такое обламинго, все равно. Еще сильнее начался. Да, самая настоящая осень. Вкусно тебе? А они только приготовлены, хрустят, классно. Друзья, мы приехали на университетскую площадь, благо немножко погода разговнилась. Сейчас дойдем на наше место росписи, потом в ресторан, закажем столик на 28 число, 28 июля. Ну, и заодно посмотрим, чем там кормят. Вот у нас менюшка. Сам ресторанчик. Классный здесь лист. Вот тут у нас сбоку канатка. Народу много, выходные. Делюсь новостями. Регистрация брака у нас будет происходить на территории ресторана Байкал. Но прикол в том, что с утра до 4 часов они работают, ну вот, исключительно на регистрацию браков. И ближе к 5 часам они сдвигают столы и там уже, ну, обычная работа ресторана. Поэтому у нас не получится после регистрации там посидеть и покушать. Поедем в какой-то другой ресторан. У нас уже есть наметки. Забронируем по телефону. Мы, к сожалению, сейчас не сильно успеваем туда доехать и все посмотреть. Но через интернет. Фотки там отличные. Еда вроде вкусная. Какой у нас план действий? 12.40. Нас регуют. Дальше мы с Катей катаемся на канатке. Нас фоткают. И дальше с гостями мы уже в ресторан. А само место регистрации достаточно симпатичное. Я вам снял пару подкадров. Поэтому кайфанем. Уже подошли к тачке. Немножко тяжело было сюда ехать. Опять сбыл навигатор. Но благо я по памяти доехал. А мы пришли пообедать. Девчонки взяли себе устрицу, да, эти это? Мидия. Мидия. Хотите? Нет. Сейчас наемся и танцевать. Друзья, мы поели в ТЦ. Сейчас заказали машину в Убере. Подъезжает тетка. Открывает окошко. Такая мимо нас приезжает. Я отменила. И блокирует двери. Причем Катя идет такая, ну типа выяснить детали. Она просто уезжает, разворачивает все еще. Я просто не услышала, что она сказала. Иду за ней, говорю, чего? И она все, она просто от меня уматывается. Я за ней иду. Вот. А я сейчас буду стрессовать уже от этого танца, блин. Надеюсь, у меня хоть что-нибудь получится. Потому что я не умею. Все у тебя получится. Серьезно. Ты видела даже Рилса сколько, когда там девчонки своих парней просят, типа с танцой, они как деревяшки. Вот и я так же сейчас буду, блин. Все будет хорошо. Два часа, два. Просто жесть. Что, пять минут ждем соляры следующей. Сейчас он тоже подъезжает такой. Я отменил. Я отменил и уезжаю. Это будет очень смешно. А где студия еще раз? 905 года, да? Красно-Крестинская. Ну да, это одно и то же. Ну что, выдать пару па? Хендрик студио. Ну блин, сейчас, конечно, просто угар будет, а? По-другому я это никак не могу назвать. А ну, ребята, я на каблуках еле хожу, а мне нужно будет танцевать. Что, нельзя показывать? Правда? Ну я же их увижу страну. Да, а остальные нет. Ну, Николаевна, ты, конечно, меня подставила. Не выставляла. Блин, там целых две минуты 47 секунд вообще нон-стопа. Я думаю, я там где-то что-то подниму, там, не знаю, где-то покручу и все. Основную работу сделаешь ты. Просто жесть. Отвечаю. Просто мне очень. Мне очень. Это красиво, но человеку, который вообще не умеет танцевать с первого раза, это прям вообще тяжело. Я первые 30 секунд помню, 40, дальше все, начинаю путаться. Просто нужно прогонять это еще много-много раз. Не пробивается. Все нормально. Моя шведская малышка стояла здесь, скучала без меня. Пока папка там стрессовался этим танцем. Катюха меня, конечно, подбадривает. Я ей просто аналогию привожу. Вот представь, говорю, я тебе дал запчасти от компьютера, и тебе надо его собрать. Если бы мой любимый... При всех. При 30-ти людях. Если бы мой любимый человечек меня заранее подготовил, объяснил бы, что вот это за деталька, что вот это, как это все работает. Ради тебя я бы это сделала. А меня, кстати, сейчас просто в жерло вулкана закинули, блин. Все будет хорошо, ты мне молодец. На самом деле, Андрей, он чувствует ритм, да, он какие-то движения такой, типа, стоп, еще раз покажите, я ничего не поняла. Но у меня такое же. То есть даже я танцевала, и у меня тоже бывает такое, блин, вот это макака в голове бьет тарелочками. Я думаю, как это вообще она сейчас показала, как она это сделала. Но это опять же, говорю, с опытом приходит. Мы еще раз сто это прогоним, доведем до автоматизма, все будет круто. Андрюша, в общем, молодец. Я, блин, в стрессе, серьезно. Ты молодец. Кто-то со стороны думает, да что, танец, да танец, ну, блин, попробуйте. Это, конечно, ну, мне тяжело. Ой, как здесь темно, а. Все, мне надо покурить срочно. Срочно. Спасибо. Спасибо, Ники. Держи это. Давай. У меня все. Сейчас я дам тебе твой Айка здесь, ставь его на зарядку. Короче, мы сейчас доедем до Мама, возьмем ее, кофейка попьем. Немножко поболтаем. И я... Ты хоть отойдешь от этого стресса. Стресса. Да, я немного отойду от этого стресса. У нас есть видосик. У нас, как это правильно, хореограф, да? Записала. Но я вам не буду показывать. Слышно. Но все равно у нас будет свадебное видео. Там, ну, наверное, элемент танца будет какой-то. Не элемент, а весь танец будет полностью записан. Да, это неинтересно смотреть. Я хочу полностью весь танец записан. Мне кажется, прикольно танец это, чтобы нарезали с разных камер, а тогда будет прикольно. А так, не знаю. Я себе, чисто на память, хочу, чтобы меня полностью весь танец сохранял. Доброе утро. Выспалась? Вроде да. Молодец. Мы сейчас с девчонками поедем в ТЦ, посмотрим маме наряд, может быть, Катюхе, какой-то классический костюм. Ну, и подарочки немножко прикупим на свадьбу. Сегодня хорошо, то, что нет дождя. Конечно, не жарко, но радуемся хотя бы такому. Все все заряжены? У меня телефон севший. Что еще нам надо в ТЦ? Да не, вроде все рассказал. Ну, яйца этому Костюку сказал. Типа киндер-сюрпризы, внутри которых машинки. Еще хотим сделать так, чтобы Костик, он принес нам кольца наши обручальные во время регистрации липовой. И мы ему за это яйцо дадим вознаграждение. Надеюсь, он справится. Да-да-да, Андрей, тетя Катя. Дома вообще клёвые Полицейский участок, там ещё кафе было Ну и мы купили яйки для Костика Наконец-то мы закупились Сегодня так много времени провели в ТЦ Мамке одёжу в Каляеве, там много всяких Детям, подарки, я так полагаю, на свадьбе Ты будешь показывать? Нет Ничего показать даже не могу Да Ну продуктивно Продуктивно И мне нельзя смотреть? Тебе можно Подарки-то не для тебя, а для гостей Ну я думаю, когда ролик выйдет, то истрам люди увидят Поэтому уж сорян Ну так эффективно сгоняли, но ничего не показалось фактически Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!